Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это ивенты и обновления мира Lineage 2 Mobile. Начнем с замерзшего храма. Можно попасть 30, 50, 55 и 60 уровней. Видимо на картинке тут неплохо можно заработать адены и качнуться. 66 по 72 тут стабильно бы у меня получалось пол процента. Это без всяких баночек. Также за победу над монстрами удачи Зимний Волк и Элитная Замерзшая Утопленица в Ивентовом Подземелье можно получить разные предметы. Видим за Зимнего Волка мы можем получить знак поручения, знак Шилен, фрагменты рецепта редкого оружия, доспеха, украшения, оружие гигантов. Также Элитная Замерзшая Утопленица, Кристалл, видим шанс, 100% шанс получения. Эти монстры как-то появляются рандомно. Где за или что? Непонятно. Дальше у нас сезонный пропуск. Но можно его так назвать. Обычный сезонный пропуск, где вы делаете задание, то убить монстров, модифицировать предметы, использовать энергию НХСАД и т.д. Активация 1 миллион адены. Что я могу подметить из этого пропуска? Я сначала подумал, что это часы замка. Я жду 70-й замок, я собираю часики. Когда этот 70-й замок будет, я думал он будет в начале года, но что-то они его не вводят. А это часы замерзшего храма. Что я могу подметить? 29 тысяч ордена славы вы получите, если пройдете полностью пропуск. Море Виталки. Я не знаю, это пропуск? Пропуск на 14 дней. Тут награды не очень, просто не очень. Вы сами можете видеть, я даже не хочу ничего о них говорить. Вот сундучок такой дают. Сундук с припасами для зимнего приключения. Позволяет получить следующий предмет. Эликсир наследника. Пир наследника. Пробуждение свиток легкости. Ну я понимаю, после праздников они делают нам разгрузочку. Это как после нового года, после большого праздничного стола. Надо немножко сухарей поесть, как бы с похлебочкой. Дальше идем. Ежедневная награда. Добавили вот такую вот награду. За 1000 алмазов. Награда ни о чем. Просто ни о чем. То, что вы, конечно, за 10 дней получаете 500 кубков. Вчера была пожирнее награда, но за 2000 алмазов. Как бы там намного больше вкусностей было, чем мы видим тут. Синего героя и синего агатиона получаем. Кристаллы видим. Улучшенный кристалл. Ну и карты улучшенного класса стража. И карты класса стража высшего качества. Новые агатионы появились или что? 1000 алмазов. Я его брать не буду, потому что он ни о чем. Я обычно беру эти пропуски. Если тут финальная награда, меня устраивает. И также за 2023 адены. Опять расходники. Потом кристалл. Карта класса высокого качества. 6 раз его интересный сундук. А это что? Позволяет получить следующий предмет. Кристалл. Улучшенный кристалл. Сияющая антикварная вещь. Карты агатиона. Высокого качества 1 раз. Карты класса высокого качества 1 раз. Это жесть. Просто жесть. 20 реликвий энергии. Так. Кристалл души. Я просто не вижу тут у меня проходят создания. Кажется 1 раз. Опять расходнички. 100 улучшенного кристалла. Вот. Это кристалл души высокого качества. И опять такой сундук с кристаллами. Ну кристаллы очень хорошо, да. Антикварная вещь. Немножко денки. И опять реликвия. И финальная награда просто карта класса высокого качества 6 раз. Просто от обычного до героического, ребята. Также каждый день 12 часов по почте будет отправляться подарок для зимнего приключения. Письмо будет храниться 3 часа. Энергия НХСа 1000 единиц. Часы замерзшего храма. Я не пойму, почему они цвет не поменяют. У них оттенки закончились или цвета. Очень интересно. Одна штука сундук припасами для зимнего приключения. Так. Теперь мы перейдем к обновлению. Сведения об обновлении 25 января. Что добавляется у нас? Добавлен один героический агатион и один редкий агатион. Черный тигр героический. Добавлена вот такая вот няшка. Увеличивает сопротивление аномальным состоянием. Блокировка оружия плюс 5%. Сопротивление урона от оружия плюс 5%. Давайте Севу получу. Что я получу? А я получу снижение урона плюс 1 сразу же. И видим весь урон и выносливость. И также добавлен редкий агатион. Белая корова. Блокировка оружия. Сопротивление урона от оружия плюс 2%. Вот такой вот бычок. Идем дальше. Добавлены временные коллекции. Повелитель арены. Древний иллюзорный камень. Это я так подозреваю. Это на острове древних. Добывается камень и точится. Для сбора коллекции необходимо модифицировать древние иллюзорные камни. Также добавили остров древних. Вернули то есть. Зоны охоты поделены на 5 областей. По сложности от самой низкой до самой высокой. Юг, восток, запад, север. Комната управления кустора. Чтобы там находиться в самой слабой локации. Если кто-то знает сколько нужно точности и урона. Чтобы себя комфортно чувствовать. И какой у вас класс. Кем вы играете. Спасибо. Информация о древней эссенции. Получаем с монстров древнюю эссенцию. И меняем на разные предметы. Также при помощи эссенции можно создать часы острова древних. Зелье пробуждения среднего качества. Зелье пробуждения высокого качества. Информация о камнях с руной. А это создание, да? За победу над монстрами на острове древних можно получить древние магические фрагменты. Из которых можно собрать древние магические камни. Так, завершение первого сезона Храма Зепара. К улучшению. Теперь выводятся системные сообщения и уведомления в чате. Когда член группы уничтожает другого персонажа. Сообщение не обрабатывается в тех частях игры. Где персонажи анонимны. К фильтру сумки добавлена категория. Все. Теперь можно с удобством массово отменить или удалить все фильтры. Другое у нас стрелы. Мне нужны, к примеру, доспехи. И мне показывают все доспехи. Которые у меня есть. Но относятся к ним доспехи. Это символ. Набедренники, мантии, перчатки. Окно выставления товара на продажу сделано более удобным. Отображается количество предметов. Выбранных в списке выставления на продажу. Добавлена функция убрать все. К примеру, заканчивается время хранения на аукционе твоего предмета. Его никто не купил. Их накапливается там до 10 штук. И вы выбираете все. И забираете обратно. И опять продаете. Я так понимаю. Исправление. Предметы из списка. Которые отображаются при выборе всех категорий во вкладке. Поиск по продажам. Теперь выводятся сгруппированными под категории. На экране классов после перемещения на другую вкладку при возвращении к списку классов будет выбран первый объект в списке. Исправлена ошибка. Из-за которой ячейка для добавления была недоступна. Хотя полученные от клана благодаря распределению предметов можно добавить было в коллекцию. Исправлена ошибка. Из-за которой кнопка добавления в коллекцию была активной. Хотя доступные для добавления в коллекцию предметы находились в хранилище клана. Изменена конструкция оглушения, удержания и другие эффекты контроля в описании некоторых умений. Проксима. Квазар. Император войны 1 и 2. Ожерелья эльвины. Изменено только описание умений. Действуют они так же как и ранее. Исправлена ошибка. Из-за которой не отображались некоторые предметы для создания. Теперь предметы рецепт создания легендарного предмета и рецепт создания героического предмета отображаются в меню создания ивент рецепты. Теперь перейдем в магазин. Карта улучшенного агатиона. Да что 2 агатиона появились и так же. Обычные паки. Коробка с элементом хранителя. Карты класса высшего качества. Улучшенный легендарный. Улучшенного класса. Также ордена славы, знак поручения, кристаллы, улучшенный кристалл. Пособие на выбор высшего качества, реликвия энергии, зелье пробуждения и знак создания. Где можно создать предметы. Эмблема хранителя баф на 15 минут. При помощи коробки с эмблемой можно создать разные предметы. Сундук испытания. Подозреваю сундук испытания. Там героические и легендарные оружия. Есть шанс получения. Вот такие вот ивенты и обновления 25.01.2023 года. С вами был Розе. Всем до новых встреч.